Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Тимофею для библейского портала на библейском портале экзегет.ру. И сегодня мы читаем третью главу. Апостол Павел пишет. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, несребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Такой первый отрывок из семи стихов третьей главы, который посвящен тому, каким должен быть епископ. Слово «епископ» переводится как тот, кто смотрит, надзиратель, надсмотрщик. В слове «телескоп» тот же самый корень, означающий смотреть. Так вот, и епископ — это тот, кто смотрит за порядком в Церкви, тот, кто устраивает церковную жизнь, устраивает жизнь церковной общины. Конечно же, человек, который искренне хочет устроить жизнь церковной общины, который стремится к тому, чтобы в ней все было хорошо, чтобы жизнь была добрая и благочестивая, чтобы вера соблюдалась правильно, чтобы люди жили нравственно и по заповедям. Если такой человек чувствовал в себе силы и некоторые предназначения, или, как это называется, призвания, то в этом не было ничего плохого, в этом было много хорошего. Поэтому апостол и пишет, если кто епископства желает, доброго дела желает. То есть, кто хочет послужить на благо Церкви, церковному сообществу. Но апостол тут же понимает, что такое желание, оно может быть обусловлено двумя мотивами внутренними. Первый мотив действительно хороший, действительно добрый и правильный, когда человек хочет положить свою жизнь на служение ближним и посвятить ее тому, чтобы смотреть за верой и нравственностью, чтобы самому быть примером веры и нравственности. А второй мотив не очень хороший, потому что, естественно, человек, который стоит во главе, который чем-то распоряжается, он имеет возможность получать дополнительные какие-то, как сегодня сказали бы, бонусы за эту свою деятельность. Потому что, естественно, есть некоторые властные полномочия, есть доступ к финансовым потокам. Апостол Павел сам, скажем, собирал подаяния для Иерусалимской общины. И наверняка были какие-нибудь люди, которые подозревали его в корыстолюбии, в том, что он какую-то часть денег берет себе, потому что у него было много врагов, много людей, которые находили всякие поводы для того, чтобы его в чем-нибудь обвинить. И поэтому он понимает, что человек, который просто говорит, я хочу быть, скажем, епископом или священником, или еще кем-то в церкви, что может исходить внутренне из разных мотивов. Поэтому, сказав о том, что епископ, кто желает епископства, тот желает доброго, апостол тут же подчеркивает, каким он должен быть для того, чтобы вот это желание действительно было добрым. Он говорит, но епископ должен быть непорочен. То есть, в нем не должно быть пороков. Здесь по-другому еще это слово можно перевести как безупречным, безукоризненным. То есть, что это значит? Это слово значит неуязвимым для нападок. Никаких нападок не должно на него быть, ни к чему должно быть прицепиться. Одной жены муж. Мы помним, что в древней церкви епископы были поначалу вообще в основном женатыми, потому что монашеской традиции, аскетической традиции в полной мере еще не существовало, хотя мы видим людей небрачных. И, скажем, Иоанн Креститель, мы знаем Иоанна Богослова, у которого не было жены. В то же время, например, у апостола Петра, как мы знаем, была жена. И мы знаем из житий святых, скажем, святитель Спиридон Тремифунский, например, был женатым епископом. Мы знаем святителя Григория Низки, великий отец и учитель церкви, был женатым епископом. И потом, только несколько позже, уже было запрещено епископам быть женатым, потому что, опять же, чтобы избежать некоторых злоупотреблений, чтобы епископ мог посвятить все свое время для служения церкви. Но для апостола в его время было важно другое. Время-то он, конечно, посвящал, но он должен был показать, что он способен управиться хотя бы самыми близкими для себя людьми, что он действительно способен навести порядок в некотором сообществе, пусть маленьком. Как Христос говорит в Священном Писании, верный в малом и во многом будет верен. Если ты сумел воспитать детей, если ты сумел наладить правильные отношения с женой, то ты, как, надеется, апостол, сможешь воспитывать и прихожан, воспитывать паству, налаживать с ней отношения. Поэтому он пишет, что такой человек, который хочет стать епископом, он должен быть одной жены муж, что он должен быть трезв. Здесь вот с этим выражением одной жены муж надо уточнить, что есть, в то время, в наше время сегодня говорят, что его можно трактовать по-разному, например, просто как моногамию, либо как возможность последовательно иметь несколько жен, но главное, чтобы в данный момент она была одна. Так вот, церковная традиция все-таки предполагает, что апостол здесь имеет в виду вообще одну жену. Не одну, потом вторую, потом третью, но в данный момент при рукоположении, скажем, что она у тебя одна. Нет, имелось в виду вообще одну жену. По крайней мере, вот древняя наша традиция, она так трактует это, не как просто запрет на полигамию, потому что все-таки мы видим, что в контексте апостольского учения и вообще в то время, даже в иудаизме, уже было принято иметь одну жену, и поэтому, скажем, было бы странно для апостола как-то делать на этом особенный акцент. Далее, трезв, то есть, чтобы он не был пьющим, но это только одно из значений, потому что это слово «нефалион», оно означает и рассудительный, здравый, сдержанный, умеренный, то есть трезвый в таком смысле, житейском смысле рассуждений, своих действий. Целомудрен. Это слово часто понимают только в таком сексуальном контексте, чтобы человек был добродетелен, чтобы он не был развратным. Но для апостола, конечно, речь идет здесь о некотором благоразумии, целомудрие как благоразумие. Далее, в синодальном переводе стоит «благочинин», но вот это слово «космион», оно означает и просто «космос — это порядок», поэтому это слово можно перевести и как «порядочен». У нас слово «благочинин» можно отнести к какому-то такому сугубо церковному поведению, «благочестию». Для апостола здесь важна простая порядочность такого человека, чтобы он действовал по порядку, действовал по правилам. Далее еще одна важная добродетель для древней церкви, особенно она оценилась, это страннолюбие, или мы можем назвать это гостеприимство, это не любовь к странным, это любовь к странникам. Далее, чтобы он был учителен, или чтобы, как апостол пишет, чтобы он был способен учить. Вот сегодня это, ну или так исторически сложилось, что добродетель учительства, научение вере, контроль вероучения, особенно в связи, наверное, с Вселенскими соборами, вот так воспринимается, как одна из важных вообще добродетелей для епископа, да, потому что обычно, когда говорят о прославлении святителя, о прославлении епископа, говорят, что вот он прославляется именно как учитель, как проповедник, как не просто аскет, или, там, скажем, человек, который много молился, или много постился, а как тот, кто правильно учил паству. Но заметим, что для апостола учительство – это только одна из добродетелей, которой должен отличаться епископ. Далее апостол пишет, уже обращая внимание на более конкретные такие, да, поступки, некоторые из них он запрещает, некоторые, наоборот, к некоторым побуждает, к некоторым поведению такому, да, определенному. Значит, во-первых, не пьяница, не бийца, то есть не тот, кто дерется, не сварлив, не коростолюбив, любовь к корысти, то есть к прибыли, да, личной прибыли, она, в общем, всегда воспринималась как серьезный грех. Сам апостол плел палатки, потому что для проповедника, для миссионера еще в иудейской среде считалось правилом, что человек не может зарабатывать только Торой, была такая пословица, проповедью Торы, проповедью Писания, была такая пословица, что нельзя делать из Торы мотыгу, нельзя вот использовать ее для заработка денег. Поэтому проповедники, так или иначе, либо, если они проповедовали, жили на подаянии, например, как жил Христос, мы знаем, что он не зарабатывал каким-то конкретным делом, но были люди, которые просто поддерживали его финансово, скажем. У евангелиста Луки есть упоминание о женщинах, которые служили Христу своим имением, но Христос не становился профессиональным учителем, который учил за деньги. Поэтому здесь в этом разница. Апостол также говорит, что он, например, сам плел палатки и стремился, чтобы никто никогда не обвинил его в том, что он зарабатывает с помощью учений. Он Коринфянам подробно пишет об этом как раз, что я не хотел никого из вас соблазнить или смутить. Да, вот здесь тоже запрещается для епископа корыстолюбие, как, впрочем, оно запрещено и для всех христиан, но просто у кого есть больше возможностей к корыстолюбию, тот и в большей степени в опасности, поэтому апостол здесь об этом пишет. Далее он говорит, что такой человек должен быть тихим, миролюбивым, да, несребролюбивым, опять подчеркивает, мы видим, что трижды в течение маленького отрывка из семи стихов апостол упоминает опасность, связанную с финансами. Далее, хорошо управляющий своим домом, детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Ну, сегодня, я думаю, учитывая современную церковную практику, подобную аналогию можно было бы перенести, например, на, там, скажем, игумена монастыря, который показал, что он способен управить монастырем и, значит, способен будет управить епархией, например, да, и в таком случае вот его подопечные, монашествующие, которые под его руководством проходят свой монашеский путь, да, что они тоже содержатся в послушании и со всякой честностью. Вот здесь интересно, что вот это слово со всякой честностью вообще может быть переведено и со всякой почтенностью, то есть речь идет с достоинством, с уважением. Это, кстати, несколько другой оттенок придает, потому что детей, содержащие со всякой честностью, ну, честность и честность, говоришь правду, не говоришь лжи. А апостол здесь и другому говорит, содержащий детей с уважением, с достоинством, то есть человек, который умеет воспитать личность, умеет воспитать достойного человека. Он и к прихожанам, он и к людям, которые верят и которые находятся в его общине, он, конечно же, будет относиться так же, как он относится к собственным детям, воспитывая их с уважением и достоинством, с серьезностью. Да, и апостол так и приводит этот пример для того, чтобы показать, насколько это очевидно. Если кто не умеет управлять собственным домом, сможет ли он управить, сможет ли он заботиться о Церкви Божией. Кроме того, несколько еще уточнений. Он говорит, не должен быть из новообращенных, потому что новообращенный еще не окреп в церковной жизни. Если его сразу поставить епископом, он может быть возгордится и попадет под осуждение с дьяволом вместе, то есть в конце концов отпадет, потому что человек, только что пришедший, не знающий внутреннего распорядка, не имеющий внутренних ресурсов, правильно и уважительно ко всем относится, как обычно это будет. Представим себе, не знаю, школьника, которому поручают какое-то очень важное дело, и начинает этим гордиться, что вот я, какой-нибудь пятиклассник, а мне уже так много поручают. Наверное, я какой-то особенный. То же самое здесь, имеется в виду апостол Павел. Вот приходит новичок, он в церкви там только несколько лет, ему берут и говорят, а вот теперь ты можешь церковью управлять. Апостол говорит, такой человек просто не справится вот со своим эмоциональным некоторым состоянием, он может возгордиться и тогда просто вообще отпадет от церкви. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Вот это тоже очень важно, потому что сегодня для нас общество несколько иное. Мы во многом, наша жизнь прозрачна и для государства, и для СМИ, и для общества в целом. То есть люди знают жизнь друг друга, могут уточнить, кто где учился, как учился, какие были отношения. И это означает, что такой человек должен иметь свидетельство доброе. То есть окружающие должны знать его как хорошего человека, порядочного человека. Хотя я подозреваю, что когда речь шла о бывших язычниках, то все же речь идет о том, что человек начал определенную жизнь с момента крещения. Конечно, какого-то, не знаю, бывшего языческого жреца, скажем, или какого-то явного развратника или разбойника вряд ли могли бы поставить епископом. Но все-таки речь идет не о том, что берут человека, который был язычником, и, скажем, запрещают ему становиться епископом, потому что он где-то в молодости рос в языческой среде. Он стал христианином, и став христианином, он становится новым человеком. Он умирает для греха и живет для Бога. Поэтому, в первую очередь, мне кажется, что речь идет о свидетельстве, о добром свидетельстве уже в христианском состоянии. Тем более, если речь идет не о новичке, а о том, кто какое-то время христианином уже является. Далее апостол обращается к диаконам. Здесь может возникнуть вопрос, почему он не говорит ничего о священниках. Дело в том, что первоначально в общинах священники, или как тогда они назывались, пресвитеры и епископы, это было практически такое нечто... То есть, одинаковое служение, речь шла о главе общины. Это сегодня у нас епископ, глава какой-то поместной церкви, небольшого, некоторого небольшой или иногда большой области, в которой есть множество приходов, которые дальше возглавляются священниками. В то время небольшая, какая-нибудь ефесская, скажем, община могла содержать несколько десятков человек. Мы знаем по правилам древним 12 взрослых мужчин было. Это такой некоторый аналог иудейской общины. Там достаточно было тоже небольшого количества мужчин, по-моему, десятерых, для того, чтобы община была состоявшейся. Вот здесь речь идет о... В древней церкви речь шла о 12. 12 взрослых членов общины, мужчин, могли уже просить себе епископа, уже считались, могли считаться некоторой общиной. Можно себе представить, что там не требовалось какой-то особенной иерархии. Вот епископ, потом священник или несколько. Достаточно было одного главы общины, и он мог иногда назваться пресвитером, а иногда епископом. Потом эти служения разделились. В итоге епископ стал главой некоторой области и некоторого собрания, приходов. Да, поэтому апостол переходит сразу к диаконам. Диаконы также должны быть честными, не двоязычными, то есть не теми, кто в одном месте говорит одно, а в другом другое, не сплетниками, не лицеприятными, вот здесь и честными, да, тоже, правда, можно перевести это слово как почтенные, как достойные, то есть люди достойные должны быть, не двуязычные, не пристрастны вину и не коростолюбивы, хранящие таинство веры или тайну веры, да, в чистой совести. То есть речь идет о людях, которые являются, могут явиться примером для подражания, потому что собственную веру они хранят в чистой совести. Ну, дело еще и в том, что если человек позволяет своей совести быть нечистой, если он совершает какие-то серьезные грехи, то и вера его, она не то чтобы меняется, он в плане идей, конечно, может сохранять те же самые убеждения, в этом нет ничего сложного, человек и неверующий может иметь какие-то правильные идеи или, скажем, знать их, по крайней мере, на уровне интеллектуального такого знания. Но такая вера будет плодотворной, только если она хранится в чистой совести. Далее апостол пишет, и таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочны, пусть служат, да, допускать к служению, как написано в синодальном тексте. Равные жены их должны быть честными, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Мы видим, что и для диакона, а диакон в первую очередь был помощник епископа, помощник главы общины, который отвечал не только за богослужение, как у нас сегодня. Мы знаем из книги «Деяния апостольских», что диаконы отвечали за социальное служение в общине. Мы знаем также в древности, что диаконы, скажем, ходили по домам, причащали больных членов общины. В общем, они были помощниками епископа в самых разных служениях. И мы видим ту же аналогию. Жены этих диаконов тоже должны быть нравственными. Апостол указывает на самые разные добродетели такой жены и говорит, что диакон должен быть тоже хорошим управителем собственного дома. Опять же, почему? Потому что если ты научился быть честным со своими детьми и справедливым, то вот перед тобой социальное служение, тебе надо послужить одному, другому, третьему, и все организовать правильно. Ты сможешь это сделать, если ты смог организовать собственный дом и жизнь собственной семьи. Далее вот есть интересное такое выражение, ибо хорошо служившие, но здесь служение не подразумевается под служением, литургическое служение, потому что корень слова послужившие, которое употребляет апостол, это диакония. То есть это служение, забота, проявление заботы, это социальное служение такое, служение церкви. Вот чем, собственно, и занимались диаконы, о чем мы знаем еще из книги «Деяния апостольских». И дальше здесь говорится, что хорошо послужившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере в Иисуса Христа. Здесь можно решить, что речь идет о некотором иерархическом, одна ступень, другая ступень, но хорошо посмотреть другие переводы. Владыка Кассиан Безобразов, например, говорит так. «Ибо хорошо послужившие достигают доброго положения и великого дерзновения в вере во Христе Иисусе». То есть речь идет не о том, что можно стать не просто диаконом и каким-то высшим диаконом и чуть ли не епископом, а речь идет о том, что такой человек оказывается на хорошем счету в общине, ему доверяют, он оказывается и дерзновенным в вере. То есть человек, который придает себя на честное, искреннее служение, который хорошо трудится на благо какой-то местной церкви, местной общины, в которой он помогает епископу, такой человек, он достигает положения в обществе, положения в общине и, конечно, его искренняя жизнь, искреннее служение влияет на его веру. Поэтому апостол говорит, что такой достигает великого дерзновения во Христе, то есть некоторой внутренней смелости, но такой смелости не дерзкой, а радостной, доверительной, да, если еще это доверие к Богу в том числе, вот дерзновение в вере во Христе Иисусе. Далее апостол Павел пишет, «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, в который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Вот такие два стиха апостол поясняет, для чего он пишет это послание. Он говорит, хочу к тебе прийти, речь идет про Эфес, но говорит, если я не смогу, я хочу, чтобы ты сразу знал, какие расставить акценты, как правильно управлять общиной, потому что это довольно сложное дело, в Эфесе были некоторые проблемы и нестроения, и апостол специально, он понимает, что он может прийти, может не прийти, как у него получится, но он заранее пишет Тимофею такую инструкцию некоторую по управлению церковью. Да, и здесь он говорит, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божием. Для нас сегодня Дом Божий, ну, собственно, и у язычников в древности точно так же было такое же выражение, и у иудеев, да, храм назывался Домом Божиим, можно решить, что речь идет про храм, про здание, да, как тебе его устроить. Тем более, дальше здесь апостол говорит, который по-русски, да, который есть церковь Бога Живого. Но на самом деле, конечно, Дом Божий, и мы знаем это, например, из первого послания апостола Павла к Коринфянам, тоже пишут о храме Божьем, и дальше говорит этот храм вы. А вот Дом Божий, Храм Божий, это вы, говорит он, собрание. То есть речь идет о церковной общине. Поэтому вот он и называет церковь, Дом Божий, церковь Бога Живого, экклесия, собрание, потому что экклесия и переводится как, не только как церковь, да, но и как собрание тех, кто был позван. Поэтому этот текст написан для того, чтобы управить жизнь, сделать ее правильной, жизнь вот этого собрания церковного братьев и сестер. Это очень важно и значимо для нас сегодня, что есть некоторое собрание, которое живет общей жизнью, в которой есть епископ, как глава этого собрания, есть диакон, как тот, кто помогает ему. В древней церкви были и другие самые разные чины, были девы, вдовы, были те, кто отвечали за лечение, за научение, были учители, конечно, катехизаторы, люди самых разных профессий и даров, да, могли этими дарами служить церкви. И апостол здесь же говорит, что церковь Бога Живого, он называет ее столпом и утверждением истины. Столп и утверждение или опора истины. Казалось бы, зачем истине какая-то опора? Если это истина, то она и сама по себе существует. Но дело в том, что это для физиков, например, да, или там, скажем, для математиков, для людей, которые занимаются естественными, хотя вряд ли математику можно естественной наукой, да, но для людей, которые занимаются вот такими точными науками, для них истина, она открывается при внимательном взгляде, там, скажем, на природу вещей, да, и она сама себе, опыт, эксперимент сам себе является опорой. Но мы видим, что истина христианская – это истина, которая открывается Богом, человеку. Эту истину можно исказить, если, например, неправильно учить, если, например, скажем, находится человек, который искажает церковное учение, и очень важно, что церковь оказывается столпом и опорой истины, то есть церковь хранит истину. Истина, она, конечно, существует объективно, как Божий взгляд на мир или даже как Христос называет себя истиной, воплощенной истиной, да, истина о человеке, истина о Боге, истина о богочеловеческих отношениях. Все это проявляется во Христе, во Христе человек и является таким, каким он должен быть по замыслу Божьему. И вот церковь Бога Живого, апостол называет столпом, это то, что держит, да, крышу, то, что держит здание, столб, как раз то, что держало здание в древности. Мы можем вспомнить, как, например, Самсон, судья такой израильский, как он, да, разрушил столпы, которые держали крышу и все здание рухнуло. Вот здесь церковь оказывается столпом и утверждением, опорой истины, потому что она эту истину хранит в своей вере в жизни, в таинствах, в общении со Христом. И далее как раз апостол и указывает на эту самую тайну, на эту самую истину. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Прежде чем комментировать такую содержательную часть стиха, необходимо обратиться к разным переводам. Вот, оказывается, есть в этом стихе один интересный нюанс. Мы видим в нем, 16 стих, слово Бог, что Бог явился во плоти. Но ни одна из рукописей ранее, ни одна из рукописей моложе 8 века не содержит здесь слово Бог. И поэтому современные греческие переводы, критические издания Нового Завета, здесь из древних рукописей берут часть текста. И у многих современных переводчиков мы можем встретить такой вариант. «И признано всеми», вот Владыка Кассиан, например, переводит, «великое благочестие тайна, он, кто явился во плоти, был оправдан был в духе, виден был ангелами, проповедан был в народах, принят был верою в мире, вознесен был во славе». В греческом тексте здесь стоит местоимение «ос», «который». И в таком случае конструкция выходит следующая. Если брать 15 стих, «в доме Божием, который есть церковь Бога живого, который был явлен во плоти, оправдан в духе». То есть здесь слово «который» просто заменяет слово «бог», как мы обычно делаем в предаточном предложении. Но позже, видите, начиная с 8 века, переписчики как бы меняют это местоимение «он», в смысле местоимение «который» на слово «бог», чтобы было понятно и не было сомнений о том, о ком идет речь. При этом кто-нибудь мог бы сказать, что, наверное, эти переписчики исказили священное писание, и здесь имелось в виду что-то другое. Но дело в том, что если мы возьмем комментарии святоотеческие до 8 века, то все они, естественно, предполагают, что под этим «ос», под этим «который», под этим «местоимением» подразумевается Бог, чьей является церковь. Церковь Бога живого, который явился во плоти. То есть здесь нет никаких сомнений, что под этим «местоимением» так или иначе подразумевается сам Бог, поэтому греческий текст большинства, так называемый, который принят в православной церкви, в котором стоит слово «бог», из которого в итоге делался синодальный перевод, он здесь против истины никак не погрешает. Итак, апостол пишет, что «бог явился во плоти, оправдал себя в духе». Здесь стоит конструкция, которую можно перевести как «показал себя праведным», «был признан правым», точнее даже так «был признан правым». И подразумевается, что Христос явил в себе меру послушания Отцу. Мы можем вспомнить, как перед крещением, когда Иоанн говорит «я не буду тебя крестить, это тебе надо меня крестить», Христос говорит ему «нам нужно исполнить всякую правду». И в другом месте Христос говорит, что «пища моя есть творить волю пославшего меня». То есть речь идет о том, что Христос явил себя как праведник с большой буквы, в том смысле, что он как человек соблюл волю Божию о себе. Он сделал то, чего не смог сделать первый Адам. И это и есть явление правды Божией во Христе, потому что это правда и заключается в том, что Бог прав, когда Он створил человека. Человек неплохой, человек способен жить по воле Божией. Просто Адам не захотел, а вот Христос смог в себе эту волю Божию во всей полноте реализовать в своей жизни. Далее, проповедан, показал себя ангелом и был видим ангелами. Проповедан был в народах. Это пишет апостол, когда еще проповедь только начинается, но он уже знает, что дальше эта проповедь пойдет по всему миру. Принят верою в мире. Вот интересно, что он принят не доказательствами, не какими-то просто рассуждениями, он принят верою. Он принят людьми, которые пожелали верить, согласились с проповедью апостольской. Наконец, апостол пишет, Христос вознесся во славе. То есть, он этим описывает всю жизнь Христа, которого и сам проповедует. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok